Привет, любители пауков и насекомых! Сегодня мы рассмотрим с вами очень опасного паука. Это мезумена ватия или мезумена косолапая. Паук относится к паукам-бокоходам или паукам-крабам. Также его распространенное название цветочный паук. Цветочным этого паука называют из-за того, что он почти всегда охотится на цветах. Благодаря своей окраске эти пауки имеют возможность сливаться с цветами. Также в этом им помогает их усидчивость. Паук может очень долго находиться без движения. Расставив лапы в стороны, он сидит на цветке и ожидает, когда его жертва сядет отведать нектара. Благодаря сильным передним лапам этот паук легко справляется с жертвой, даже превосходящей его по размерам. Они легко могут поймать бабочку, еще легче могут поймать какую-нибудь муху-журчалку. Также довольно часто они охотятся на пчел, хотя пчела имеет в своем арсенале жала, но все-таки паук более быстрый и он хищник. Он быстро своими передними лапками хватает пчелу и моментально наносит ей укус за голову в область шеи, что мгновенно обезвиживает пчелу и все, у нее больше нет шансов. И еще, как вы видите, эти пауки не брезгуют даже клопами. Как раз на примере этого клопа хорошо видно, что паук схватил его именно в область за головой. Вот сейчас хорошо видно, видите. И, кстати, вот мошки, мошки, которые прилетают трапезничать вместе с пауком. Окраска. Это, по-моему, самая главная особенность этих пауков. А именно, особенность их заключается в том, что самки этих пауков могут менять цвет своей окраски. Естественно, происходит это не мгновенно. Пауку понадобится почти целый месяц, чтобы сменить свой цвет. К таким фокусам пауку приходится прибегать из-за того, что в течение сезона цветущие растения сменяют друг друга, и окраска, актуальная на одних цветах, теряет свою актуальность на других цветах. Самцы, безуминоватие, не умеют менять окраску, и по достижении половозрелости они почти все плюс-минус одинаково выглядят. Голова-грудь темно-коричневая, иногда с зеленоватым оттенком, посередине более светлая полоса. Брюшко у самцов не такое большое, как у самок, оно у них немножко вытянутое, и имеет продольные полосы темно-коричневого красноватого цвета, две по бокам и две сверху, соединяются сзади. Две передние пары лап очень длинные, почти черные или темно-коричневые, имеют к концам красно-коричневые кольца, а две задние пары лап очень маленькие и по цвету схожи с брюшком. Спаривание, как я понял, у этих пауков проходит без особых ритуалов. Самец подкрадывается к самке и забирается сверху, из-за своих размеров она не может его никак атаковать на своем плюшке, а там он уже по бокам подлазит куда надо и делает то, что ему нужно. Через некоторое время после спаривания самка плетет кокон, в который откладывает яйца, из которых через примерно месяц выходят маленькие паучки. После выхода из кокона эти маленькие паучки уже совершенно самостоятельны. Они пускают по ветру свою паутинку и улетают кто куда. Ну а теперь, что касается яда. Для человека мезуменоватие совершенно безвредно. Этот паук очень опасен, очень опасен, но только для насекомых. На этом буду заканчивать видео. Друзья, не забываем ставить лайки и писать комментарии. Те, кто не подписан на канал, подпишитесь, если вам интересно видео про пауков. Вам новые видео, мне новые подписчики. Все в плюсе. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...